Приветствую вас, Антон. Вот скажите, пожалуйста, мне, как вы себе представляете борьбу с мамой? Ну, то есть, как это вообще будет? Как это вообще выглядит, как это могло бы, могло бы выглядеть, как это выглядело бы, то есть, как, как это? То есть, мне кажется, что вы сами не до конца отдаёте отсчёт себе в том, чего вы хотите. Вы сами себе не до конца отдаёте отсчёт в том, что вам нужно, и о какой борьбе. Вообще говоря, идёт речь здесь, потому что борьба, это чтобы что, это как? По маму башню, например, подавить, вы это считаете борьбой? Доказать ей свою правоту, вы это считаете борьбой? борьбой? То есть, как, как это всё, ну, как это всё, вы сами понимаете, для себя? Понимаете? То есть, это вот то, что мне кажется, нужно поисследовать. Вот. Поэтому, я думаю, что начать нужно с этого. То, что она вас учит жизни, и то, что она, может, вот, ну, как бы, придерживается той точки зрения, той позиции, что она всегда плава. Вот. Ну, это, это её право. Вот. Вопрос заключается в том, как это задевает вас. Как это задевает вас? Именно вас, как это задевает? То есть, как вас задевает тот факт, что она вас учит? Может быть, вы хотели бы добиться её расположения? Может быть, вы хотели бы добиться её внимания? Может быть, вы хотели бы, чтобы она вас, там, ну, я не знаю, любила, ценила больше, и так далее. То есть, в чём, непосредственно, ваш конфликт? С мамой. Она вас учит? Да. Это так. Ну, но вы можете не обращать на это внимания, на то, что она вас учит. То есть, просто не обращать внимания, и всё. И, как бы, следовать своей позиции, следовать своей структуре, следовать своей, значит, точке, ну, своей точке зрения и так далее. Вот. Просто. Но вы, на мой взгляд, вы этого не делаете. Вам нужно обязательно с ней бороться. Так вот и вопрос возникает. А не с ветряной или мельницей вы боретесь? Вот. Дальше. Значит, просто у меня характер слабее её. Ну, вы можете использовать это, Антон. Вы можете использовать тот факт, что у вас характер, как вы говорите, слабее. Вот. Вы можете использовать это в своих целях. Вы можете использовать это именно при взаимодействии с мамой, чтобы проявлять свои сильные стороны, чтобы не конкурировать с ней. Вот. Отношение с ней эта система. Вы сейчас находитесь в таком треугольнике Гартмана. Если вы находитесь в позиции жертвы, ваша мама находится в позиции агрессора. Вот. Вам нужно освоить, во-первых, бесконфликтный стиль общения, во-вторых, разобраться в своих чувствах в себе самому. То есть, повысить устойчивость в своих представлениях в себе. Вот. И, в общем-то, использовать свои навыки для того, чтобы заимодействовать с мамой на том уровне, на котором это вам будет адекватно. Ну, именно для вас. Вот. Я думаю так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.